Даже на фоне неудачных попыток и ошибок при разработке в играх, всё равно можно увидеть проблески гениальности и очарования. Добро пожаловать на Watchmen Russia! И сегодня мы рассмотрим 10 лучших моментов в плохих играх. Мы покажем те работы в обширной истории игр, которые, несмотря на наличие проблем с исполнением, иногда могут подарить нам восхитительные сцены, или даже несколько таких сцен подряд. Начиная забавными жестами и заканчивая сногсшибательными финалами, эти сцены помогают избавиться от негативных впечатлений. Конечно, ты можешь вернуться на меня. Что ты хочешь? Номер 10. Прибытие в ад. Эгони. Это последнее, которое я помню. Ну, по крайней мере, они пытались сделать всё возможное, верно? Эгони была высмена критиками ещё в самом начале. Игра оказалась скучной и приводила их в бешенство, несмотря на откровенно крутой графический дизайн. Недостатки игры заметны не сразу, и всё-таки она начинается довольно впечатляюще. Гои. Они не имеют гои. Мы становимся свидетелями падения, главных героев сквозь облака и небесный свет в жестокие глубины самого ада. Стены из плоти и хрячей, пространство, окрашенное в резкое сочетание красных и чёрных оттенков, зажжённые алтари и скудно выполняющие роль освещения. В плане атмосферы игра действительно феноменальна. Номер девять. Средний палец для пришельцев. Duke Nukem Forever. На этот раз фирменное неуважение Дюка оказалось по-настоящему к месту. Будучи проходной игрой, Duke Nukem Forever не понравилась ни аудитории, ни игровой прессе. Складывалось впечатление, что механика была точно такой же, как и в предыдущих экшн-играх, выпущенных после Duke Nukem 3D. Юмор самоуверенного героя наскучил уже всем СМИ, да и сам он был самым настоящим придурком. Единственная вещь, которая работает так, как и было задумано — момент, когда Дюк решает выразить своё неуважение к инопланетным боссам. Время от времени Дюк показывает средний палец гигантскому существу или космическому кораблю, который он только что закончил уничтожать, прежде чем потеряет сознание. Не самое важное, что должно нас радовать в игре, но будем довольствоваться тем, что имеем. Многое можно и нужно сказать о We Happy Few, о её технических недостатках и раздражающей игре от момента к моменту. Тем не менее, мы не можем отрицать, что нас в равной степени потрясла и сбила с толку нестандартная сцена, которая была после вызова Салли Бойл в полицию. Игроки от первого лица становятся свидетелями удивительно хорошо поставленного копами музыкального номера на празднике в драгоценной мисс Бойл. Это весело, это красочно и это немного нервирует, особенно в контрасте между восхищением полицейских по поводу Салли и её пристрастием к Блэкбери Джой. Сцены, подобные этой, с осторожной общей атмосферой, помогают, когда основная часть игры вызывает сомнения. Номер 7. Схватка Винтера с Чужими. Aliens Colonial Marines. Приподнесённые фанатами как дань фильмом «Чужой», Aliens Colonial Marines вместо этого потеряли связь с исходным материалом, который так нравился аудитории. Тем не менее, у игры получается проявить себя в определённых моментах, что особенно заметно в пятой миссии «Дерейвен». Вырвавшись из лап ксеноморфов, игроку необходимо бежать от чрезвычайно огромного и злобного ксеноморфа. Конечно, у игроков появляется шанс дать отпор, когда в конце миссии они могут использовать один из электропогрузчиков, чтобы окончательно победить зверя. Рипли гордилась бы такой победой. Номер 6. Шактус. Шак-фу. A Legend Reborn. Сейчас я гиатый кактус, кто создает этот игрок. Это Шак. В костюме кактуса? Нет, это не выдумка. Те, кто играл в Шак-фу возрождение легенды и не наблюдал за увлекательной карьерой главной знаменитости, возможно, были озадачены, когда Шак нашёл и надел костюм кактуса в игре. Этот костюм превращает Шака в кактус, что является данью уважения кактусу в форме Шака из старой рекламы для ESPN. Шактус. Это невероятно. Конечно, ESPN воплощение шактуса не выпускало бесконечные залпы кактусовых шипов по врагам. Хоть мы и не можем знать всего. В любом случае, это хорошая дань довольно странному моменту в истории спортивной рекламы. Номер пять. Невидимая змея. Resident Evil 6. Так сложилось, что змеиные существа в играх Resident Evil всегда оказывались к месту, несмотря на качество графики. Оказалось, что это также применимо и к противоречивой Resident Evil 6, цель которой состоит в том, чтобы понравиться как можно большему количеству людей. Но результат в большинстве случаев далёк от идеала. В третьей главе, во время операции Криса, он и его товарищи по команде BSAA попали в засаду и втянулись в ужасную игру в кошке-мышке с иллюзией, гигантской змеей-мутантом, которая обладает невидимостью и стремится уничтожать всё живое. Иллюзия потрясающе реализована как безжалостный грозный монстр. Что на мгновение кажется, что ты действительно играешь в настоящий Resident Evil. Обидно, что после её смерти мы возвращаемся к более бессмысленным действиям. Номер 4. Призрак против Тринити. Enter the Matrix. Да, сейчас речь пойдёт о неприятной теме. Адаптация крупных кинофильмов на игровых платформах. В случае с такими лицензированными произведениями Enter the Matrix совсем не выиграла от спешки выпустить игру в том же месяце, в котором вышел фильм «Матрица. Перезагрузка». Тем не менее, кое-что из этого плана сработало. Например, эпизод с садом камней в сюжетной линии призрака. Во время медитации в виртуальном саду Тринити, который играет Кэрриан Мосс, побеждает призрака в битве один на один с помощью боевых искусств. Забавно, но в короткой схватке между друзьями завязывается личная и даже философская беседа, что делает эту сцену действительно особенной. Номер 3. Борьба с кораблём-носителем. Earth Defense Force 2017. Earth Defense Force 2017, безусловно, не скрывает своего статуса за ущербным, но по своим очаровательным названиям, спекулируя атмосферой малобюджетного фильма с сюжетом о вторжении инопланетян, да ещё и с сомнительным качеством звука и видео. Заключительная миссия игры, однако, создаёт впечатление чего-то действительно крутого, но при этом не выходящего за рамки бюджета. Номер 2. Золотые ворота. Homefront. Похоже, что крутой финал слишком часто наверстывает упущенное в игру. Но, во всяком случае, в случае с Homefront это получилось. Когда мы доходим до заключительного уровня, состоится решающее сражение за мост «Золотые ворота» вместе с вооружёнными силами США. Начиная с полёта на вертолёте рядом с опорами моста, уровень переходит в последовательность напряжённых перестрелок до тех пор, когда игрок поднимается на сам мост. Всё смотрится действительно круто. Скорость, возрастающая опасность боёв от начала до самого конца. Это заканчивается эффектным и драматичным моментом, после которого нам только и остаётся, что гадать о судьбе персонажа. Это ещё не конец. Мы уже близко. Просто не забудьте подписаться на наш канал и кликнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Хорошо, продолжим. Номер один. Штурм Мидгара. Дождь оф Серебрес Файнал Фэнтези 7. Чтобы не говорили о Скоро Эниксе и их приоритетах в 21 веке, они могут сделать чертовски красивые роли, когда захотят. Дождь оф Серебрес вышла через три года после Файнал Фэнтези 7, перенося центр внимания на Винсента Валентайна и его стремление спасти мир от огромного заговора. Что ты думаешь, что ты делаешь? Ты вышла несколько секунд от твоего цифра. Во время заставки, ведущей к восьмой главе, Дождь оф Серебрес произвел совершенно особое впечатление, описывая нападение на город Мидгар. Дирижабли сбрасывает солдат сверху, сухопутные войска перегруппируются для обороны города. Вся сцена вызывает восхищение даже до того, как Клауд и другие члены группы из Семёрки собираются вместе. Согласен с нашим выбором? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА